Всем привет! Сегодня будем готовить вкусные домашние хот-доги с тремя разными начинками. Получается очень сытный и быстрый перекус. Я буду использовать люля-кебаб, который остался после выезда на природу. Это намного вкуснее, чем магазинные сосиски. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берём булочку для хот-догов и разрезаем её вдоль так, чтобы половинки хорошо раскрывались, но держались вместе. Затем подготовленные булочки и люля-кебаб выкладываем на решётку и отправляем в духовку. Выставляем 220 градусов, включаем верхний гриф и ждём минут 5-7, пока булочки подрумянятся, а люля станут горячими. За это время подготавливаем начинку. Теперь берём одну булочку. Хорошо поливаем её внутри майонезом, горчицей. Кетчупа. Выкладываем ломтики плавленого сыра. Листья салата. Вставляем люля-кебаб. Дополняем кружочками редиса и огурцов. А сверху снова поливаем майонезом, горчицей и кетчупом. Первый вариант с сыром и свежими овощами готов. Переходим ко второму варианту. Делаем всё точно так же. Раскрываем булочку, поливаем её майонезом, горчицей и кетчупом. Кладём несколько листьев салата и люля-кебаб. А дальше вставляем кружочки солёного огурчика. Поливаем всё горчицей и майонезом. Сверху кладём квашеную капусту. Посыпаем измельчённым зелёным луком. И украшаем кетчупом. Аппетитный хот-дог с квашенными овощами готов. Теперь третий вариант. С булочкой, соусами, листьями салата и кебабом проделываем ту же процедуру, что и в двух предыдущих вариантах. А дополняем маринованным луком, корейской морковкой, маринованной свёклой. Всю эту красоту щедро поливаем майонезом, горчицей и кетчупом. Рецепты, как сделать люля-кебаб, засолить и замариновать овощи, можно посмотреть по ссылкам в подсказках или в описании под видео. На этом всё. Вкусные домашние хот-доги с тремя разными начинками готовы. Выбирайте на свой вкус. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!